Когда заходит речь о символах Чебоксар, в числе первых неизменно звучит имя герои гражданской войны Василий Иванович Чапаева. Фестиваль «Чапай зовет на чай» ежегодно проходит в августе. В этот раз его гости стали участниками исторической реконструкции эпохальных событий. Так, поговорим, друзья, отправились к своим женам. А тем временем их жены уже с детьми на руках. Уличное представление – тренд нынешних праздников. Вот и в сквере имени Василия Чапаева прошел сразу два спектакля для детей и взрослых. Один из них – это история о жизни легендарного «Нач Дива». Как простой деревенский парень стал героем. Что этому предшествовало? Какие идеи бродили тогда в обществе, расколотом гражданской войной? Ради какой великой цели велись эти сражения? Ответы на эти и другие вопросы искали все участники праздника. Атмосферу начала 20 века воссоздавали члены исторического клуба «Русский егерь» и студенты художественного училища. В спектакле приняли участие и студенты театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, коллективы из нашего города. Но главные роли исполняли не только артисты. Полноценными участниками стали сами зрители. Именно они и определяли развитие сюжета. Вовлеченность во все мероприятия – главный принцип фестиваля этого года. Мастер-классы, сеансы шахматной игры, танцы по духовой оркестр, ярмарка мастеров и живой концерт. Артисты и зрители находились в едином открытом для всех пространстве. Они вместе пели, танцевали, рисовали и пили чай из настоящего самовара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!